Из-за сложной эпидемиологической ситуации в подмосковном регионе руководство Видновской районной клинической больницы было вынуждено перепрофилировать медицинское учреждение под лечение пациентов с COVID-19. В начале мая в стационаре началась реорганизация. Организовали отдельный въезд и выезд, не пересекающийся с перинатальным центром. Приемное отделение перенесли в главный вход. Здание разделили на зоны. Установили дополнительные дезинфицирующие фильтры на канализацию. Мы постарались быть максимально полезными не только для наших жителей, но и для всех жителей Московской области. И поэтому его перепрофилировали не только по лечению COVID-19, но еще и по нескольким другим профилям. Такими как хирургия чистая, гнойная, травматология, лор, кардиология и неврология инсульта. То есть достаточно многопрофильный ковидный стационар. Одним из таких ковидных пациентов, которому понадобилась помощь врачей-травматологов, стал Алексей Голованов. В результате растяжения связок на ноге у него начался некроз кожи. После путешествий по нескольким областным больницам он в тяжелом состоянии попал в видное. Врачи все, я думаю, делали грамотно, профессионально. Потому что, насколько я понимал, то, что мне раньше были, я мог бы остаться просто без ноги. Здесь с первого же дня начали работать со мной. Ну как с первого, я вечером поступил, а на следующий день меня отправили на операцию. То есть очень оперативно все сделали. За четыре месяца работы в РКБ с ковидными пациентами через медицинское учреждение прошло около трех тысяч больных. Из них порядка 500 – это жители Ленинского городского округа. По областным показателям, Винновская больница стала одной из лучших по лечению коронавируса в регионе. Все очень хорошо, досконально обследовали. Медсестры тоже замечательно, очень хорошо относятся к персоналу. Доброжелательные, приветливые. Кормят хорошо. Сейчас в РКБ постепенно перепрофилируется обратно под привычный режим работы. Прием новых ковид-пациентов закрыт. Имеющихся долечивают и выписывают. Персонал отправляют в карантинный отпуск на две недели. После того, как больница опустеет, здесь начнется дезинфекция. Будут обрабатываться все поверхности, даже труднодоступные, значит, аэраторами и излучателями. Вплоть до того, что будут обрабатываться еще и все шахты, вентиляционные шахты. Это уже, как говорится, силами. То есть, каждый сантиметр, каждый миллиметр будет обработан и не по одному разу. Потом берутся смывы, маски тоже неоднократно. И если там все чисто, значит, тогда мы приступаем работать. В больнице ушли от использования всего многоразового. Посуда пластиковая, она утилизируется. Посильное белье в аренде у организации, которое, исходя из требований СанПИНА, его стирает и дезинфицирует. Матрасы обрабатываются в сухожарах. Ориентировочное ВРКБ будет готово принять пациентов в 20-х числах сентября. Стоит учесть, что меняются правила госпитализации. Для плановых операций обязательно наличие отрицательного теста на ковид. Юлия Погосян, Александр Логин, Пургосадовская. Видно этого.